Так-так-так, ну, что тут у нас? Женщиной года стал Моргенштерн. Дети бастуют у школьных прям стен. Батьку шпионы назвали орешком. Взятки берут теперь из пельмешек. Ну, все, ясно, понятно, что. Все, как всегда, у нас стабильно-дебильно. Привет, Ютуб, и это я вам зачитала не какой-то там, знаете, бред сумасшедшего, а реальные новости. И в связи с повышением градуса безумия за последнее время я решила записать этот выпуск от комментари. Высказать свое мнение о недавних событиях и, конечно, послушать ваше здесь, в комментариях под этим видео. Ну что, поехали? Ну, и начнем, наверное, с того, что ФАС наконец-то заметила нативную рекламу у блогеров и стал за нее наказывать. И заметила не у кого-то там, а у Насти Ивлеевой. Причем завели дело за видео аж годичной давности. И вообще, знаете, странно, что наши правоохранительные органы очухались только сейчас. То ли на Настю кто-то специально пожаловался, то ли ребята из ФАС просто решили, знаете, так пересмотреть все видео с Олегом Газмановым и случайно, упс, так наткнулись на агент-шоу. Ну, по крайней мере, другого объяснения я пока не вижу. Но, знаете, причиной для разборок стала не сама нативка, а то, что Настя в ролике решила, ну так, немножечко выпить. Да, в целом отличненько получилось. Выпила, закусила и нативно прорекламировала мартини. Как в ФАС это поняли? Ведь в описании под видео рекламных призывов нет. Зато вот в кадре стоят аж целых три объекта. Итак, смотрим. Бутылка брендом к экрану. Есть? Есть. Брендированный бокал, опять же, к нам лицом. Есть? Есть. И тоник. Вот, единственное, без опознавательных знаков. И вот, знаете, я в какой-то момент даже подумала. Блин, ну, ну, всякое бывает. Может, случайность. Но, вот смотрите. Вот как снимает Настя обычный вайн с бутылкой вина. Этикетку не палит. Даже если захочешь, не прочитаешь. А вот как она проводила свое инстаграм-шоу «Прямой карантин». Количество логотипов мартини на один кадр, ну, согласитесь, просто зашкаливает. Ну, а по закону Российской Федерации реклама алкогольной продукции в интернете запрещена. Я ничего не утверждаю. Может, Настя просто действительно любит мартини или просто обожает ставить его как-то в кадр. Но, друзья, вот вам расскажу сейчас реальную историю из жизни. В прошлом году ко мне с предложением обратился один, ну, давайте так, очень известный бренд чая. Они хотели рекламу и написали «Уважаемая Катя, нам нужен супернатив». Я такая «О, ничего себе». И вот в тот самый момент я узнала, что это оказывается такое. Они попросили провести часовой прямой эфир в Инстаграм без упоминания самого чая, без каких-либо призывов пить только этот чай, без какого-либо промокода, без ссылок под видео. Вообще вот просто ничего. Ничего не нужно им было. Единственное, что мне нужно было делать этот час, это сидеть, общаться с вами, с подписчиками, и пить чай из фирменной кружечки с логотипом бренда. На этом все. Знаете, я в тот момент очень сильно удивилась, естественно, отказалась, ну, потому что без рекламного хэштега рекламу я не размещаю. Но в тот момент я поняла, что продакт-плейсмент на Ютубе действительно существует, и искать его бессмысленно. Ведь никогда не угадаешь, кто кому и за что заплатил. Но, несмотря на угрозы фас, Ивлеевой беспокоиться, я думаю, не о чем. И по закону за такую рекламу придется заплатить штраф для физических лиц максимум 2,5 тысячи рублей. Ну, а для юридических лиц максимум 500 тысяч рублей. Ну, друзья, давайте, согласитесь, для Ивлеевой это как такой пук в воду. Ну, или просто, например, не купить одну сумочку. Короче, нативно бухать не запретишь. Ну, а сейчас хочу поделиться с вами новостью, которая просто убила меня своей низостью и идиотизмом. И это я сейчас прям серьезно. Все знают, какие ужасные события происходят сейчас в Беларуси. Но не все знают, какими тупыми вбросами пытается прикрыться Лукашенко. И из последнего вот, пожалуйста. В сеть якобы попала запись от спецслужб, прихваченная белорусской разведкой. Мы перехватили разговор. Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента. Говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Сделали они это, чтобы, вот, цитата, чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос дела Беларуси. Алло, добрый день, Ник. Как наши дела? Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцеля. Ожидаем ее заявления. Отравление подтверждается точно? Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие медленные прошли. А как ваши дела в Беларуси? Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президента. Пока работаем. Остальное при встрече. Не по телефону. Да-да, понимаю. Тогда до встречи. Пока. Пока. И вы знаете, я сижу, слушаю это все и думаю, чего, блин? Ник и Майк. Извините, пожалуйста, а почему нет Джон и Питер? Ну а чего нет? Знаете, это настолько бред, что даже не верится, что это не шутка. И мне кажется, это просто ужасно, когда важную проблему буквально чьи-то жизни и судьбы пытаются прикрыть вот таким вот смехотворным жалким вопросом. То есть весь народ, они считают настолько тупыми баранами, что можно даже не париться и травить байчики из такого, знаете, какого-то шпионского боевичка. Вот слушаешь это все и после этого понимаешь, сколько точно таких же уток на идиотов тирают нам из телека. А потом твоя бабушка или твой дедушка после очередного выпуска новостей до крови из глаз начинают доказывать тебе, что Лукашенко с помощью ОМОНа спасает страну от немецкой оккупации. И я вот не знаю, как там перехватили этот суперразговор, но мне кажется, что секретное белорусское устройство по перехвату выглядит примерно так. Ну, или вот так. А может быть, даже так. Но если серьезно, таким низкосортным пропагандистским мусором нас еще не кормили. И самое удивительное, что в сети уже разобрали, что все те шумы в записи, которые мы слышим, они все наложены и представляют собой один шум, скопированный по всему файлу кучу раз. Знаете, это, мне кажется, тот случай, когда лень, тупость и наглость собрались в одном месте. Короче, хороший президент. И записи интересные. А теперь вдумайтесь, пожалуйста, в суть абсурда. Лукашенко всячески ругает телеграм-каналы и говорит, что вся эта анонимная телеграмщина это происки США. Да простит нас Павлик Дуров. А романтический разговор Ника и Майка о крепком усатом орешке был слит в анонимном белорусском ТГ-канале Пол Первого и по телеку. В сети пишут, что телеграм-канал, который называется Пол Первого, ведет Наталья Эйсман. Кто не знает, расскажу. Это пресс-секретарь Лукашенко, в прошлом телеведущая, мастер спорта по вбросу. Стыдно. Друзья, если вы помните, в одном из прошлых своих видео я говорила, что очень давно хочу сделать себе татуировку на шее или на руке или, возможно, даже на лице. И вот сюрприз. Вуаля. Сделала. И можно посчитать. Раз, два, три. Ну, как вам? Мне очень нравится. Но, пожалуйста, не пугайтесь и не думайте, что я совсем сошла с ума и пошла набивать себе столько тату. Это всего лишь обычные переводные татуировки. И у меня их очень-очень много. Смотрите, какие у меня есть еще переводилки. И, если кто не знал, я просто обожаю мультфильм Sailor Moon и очень часто покупаю себе вещи с персонажами из этого аниме. У меня уже есть чехол, футболка, а теперь купила целых 50 переводных татуировок. И все это разом на Алиэкспресс. Все эти переводилки с кучей персонажей обошлись мне всего в 300 рублей. И я думаю, что ни для кого не секрет, что на Алиэкспресс можно купить целую кучу разных переводных татуировок. Вот, например, парочка моих любимых. Стоит копейки. Ну, а попробовать очень интересно. Ведь красиво и без последствий. Но, несмотря на то, что на Алиэкспресс цены небольшие, не стоит упускать шанса сэкономить на покупке еще больше. И прежде, чем заполнить корзину, переходите на Алиэкспресс через сайт Мегабонус и активируйте кэшбэк. Так вы сможете вернуть с покупок до 6.46% на максимальном уровне в программе лояльности. Например, мой последний заказ на Алиэкспресс в сумме составил около 5.000 рублей. Я купила парочку ярких футболок и шорты, которые вы уже видели в моем инстаграме. И с этой покупки кэшбэк составил 323 рубля. Кажется, что не так уж и много, но за последнее время я практически на одном только Алиэкспресс накопила кэшбэк 36 долларов. А представьте, сколько можно сэкономить на всех онлайн-покупках за весь год. Ведь на сайте Мегабонус есть еще более 2.5 тысяч других магазинов, в которых можно покупать с кэшбэком. И кэшбэк, друзья, это реальные деньги. Их можно вывести к себе на карту, мобильный телефон или электронные кошельки. Также на сайте Мегабонус можно воспользоваться разными полезными функциями личного кабинета. Ну, например, отследить свою посылку или проверить честность продавцов на Алиэкспресс. Так вы можете добавить в умную корзину Мегабонус нужный вам товар и узнать, как менялась его цена. Таким образом, выяснить, реальную скидку поставил магазин или нет. Ну, а для большей экономии Мегабонус дарит вот этот промокод для повышения процента по кэшбэку. Как для старых пользователей, так и для новичков. Регистрируйтесь в Мегабонус, следите за скидками на Алиэкспресс и делайте покупки с моим промокодом. Ведь кэшбэк сейчас максимальный. Не упускайте возможности. Ребята, знаете, я тут поняла, что учеба в школах стала максимально приближена к проблемам в стране и во всем мире. Ну, смотрите сами. 1 сентября, день знаний, праздничное настроение. Дети с цветами, бантами идут в школу. В школу, которая как будто только-только пережила бомбежку. А это реальная действующая школа номер 5 в городе Кимры. Ну, точнее, на языке местных жителей катакомба номер 5. И знаете, в школу из разряда ушел ребенок и ищи его месяц с собаками МЧС. И понятно, да, что в Москве, например, ты едешь в красивое белое здание, а в некоторых регионах настолько жалко бабок на соцсферу, что детям приходится пешкодрапать через грязищу по разбитой дороге, через кушери. И вот она родимая, обшарпанная. Такая вот. Или вот такая. Как говорится, денег нет, вы учитесь. Ну, а дальше надо отстоять в километровой очереди, чтобы тебя впустили на урок. Вот это столпотворение создано для того, чтобы измерить температуру. Да, во многих городах страны прошла такая акция, то ли полезная, то ли не очень. Толпишься и надеешься, что коронавирус вас не заметит. Потом уроки. Например, урок выживания. Как это было на ОБЖ в Тюменской области. Знаете, что там сделали? Там инсценировали захват заложников учеников пятого класса. Классно, да? А предупредить учеников вроде как забыли. Дяденька в маске с автоматом сидел за столом, забирался на подоконник. И знаете, кто-то от этого инструктажа богу душу чуть не отдал. Кто-то просто наделал штаны. Одному из детей потом домой пришлось вызывать скорую. И это уже не метафора. А потом выяснилось, что все это представление это тематическая пятница. Мир без террора. Ну, а мужик в маске проводил учебно-тренировочную игру по закреплению навыков самосохранительного поведения. Кто не сохранился, сам виноват. Руководство школы говорит, что всех предупредили, но, походу, недостаточно. И знаете, мне кажется, надо было сразу писать в мамский чат в WhatsApp, типа, завтра ваших детей захватят в заложнике. Дайте им с собой валерьяночки, пожалуйста. Обсуждаю только сбор денег на шторы. Но если одни дети пережили захват, другим приходится бастовать за свои права. Вот, пожалуйста, в Южно-Сахалинске школьники вышли с плакатами, чтобы изгнать из школы диктатора Васю. И, друзья, я прям хочу зачитать их требования. Мне страшно ходить в школу. Мне страшно смотреть, как душат и бьют моих одноклассников. Написали дети на плакатах. Оказывается, Вася это их одноклассник с очень плохой репутацией. Вася демонстрировал всем свои половые органы, мочился в классе на тетради, постоянно матерился, кидался камнями и грязью, а также включал порно на уроках и держит всю школу в страхе. Ну, спасибо, что хотя бы Вася не оставался на второй год 26 лет подряд. Извините за аналогию. Не знаю, что в итоге решили с Васей, но 7 сентября детей, участвующих в пикете, опросила полиция. Проверяют по, внимание, нарушению из КОАП, а именно вовлечение несовершеннолетних в несанкционирование собрания. А что? Все как во взрослом мире. И кому-то это сейчас покажется странным или таким там забавным, но я вам сейчас на полном серьезе скажу, что в детском саду, куда ходит мой сын, тоже был такой Вася. Поэтому я отлично понимаю тех детей, которые сейчас стоят с этими плакатами. Мы решили все-таки проследить за ситуацией и в итоге выяснили, что Васю забрали на домашнее обучение. И, друзья, буллинг в школах это серьезная психологическая травма на всю жизнь. И лучше вам не знать, что это такое. А вот еще один вопиющий школьный случай. Тут уже, когда неодноклассники травят, а учителя немножечко не хотят тебя видеть. Мальчика не взяли на общее фото с класса. Педагог из Красноярской школы перед совместной фотосессией с учениками подошла к матери мальчика Ване, ребенка с ограниченными возможностями, и предложила, а давайте сфотографируем класс с Ваней, а потом сфотографируем без него. Так оно и получилось. В общий чат класса была опубликована фотография без Вани. Ну, типа, коляска в кадре портит композицию. Мама Вани, естественно, на эмоциях в Фейсбук, написала, что, мол, только у нас в стране мать тяжелого инвалида могла услышать, а давайте без Вани. И хоть потом женщина и призвала не травить учителя, говорила о том, что общество пока не готово к такому взаимодействию с палеотивными больными, но я вижу во многих школах от учителей еще той старой советской закалки очень такое, знаете, зашоренное, стереотипное мышление. Не только по отношению к условному Ване, но и ко всем детям, которые хоть вот чуть-чуть, немножечко как-то отличаются от остальных. И знаете, суть в том, что учительница может не иметь ничего против инвалидов, но, не дай Боже, кто-то испортит вот ту самую общую фотографию. Абсолютно точно так же не дали сфотографироваться на выпускной альбом дочери моей подруги, а потому что у нее персинг в брови и синие волосы. Сказали, извините, мол, идите нахер. Мамочки и учителя не хотят в одном альбоме быть с вашей этой крашеной. Вот как перекраситься, переоденеться, пусть приходит. Вот так же и с Ваней. Не захотели быть на одной фотографии. Узнаете историю жизни? Было с вами такое? Поделитесь обязательно в комментариях. Ну а теперь зашкварный хайп из мира косметологии. Подражатели Емельяна Брауде на коленке въехали в ТикТок. Листаю я, значит, ТикТок. Кстати, я тоже есть в ТикТоке. Да, та самая Кать Консова. Подписывайтесь, я вас там жду. Так вот, листаю я ТикТок и вижу, как под музыку на фоне половников и какой-то там грязной посуды. Одна мадам колет губы другой мадам. И подпись. Делаем губы по уроку из Ютуба. Никогда до этого не делали. Было стрёмно, но мы кололи. У видео на минуточку 600 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков. И тут, знаете, друзья, две проблемы. Ну, во-первых, эта подруга со шприцом просто гениально хайпится. Мы же все проверили. Колет губы она уже не в первый раз. В Инстаграм она значится как косметолог из Уфы. Молоденькая девочка лет 20. Делает реснички, бровки, шугаринг. И тут ей, видимо, стрельнуло в голову зарабатывать еще и на губах. И что она стала делать? Она стала лепить домашние вареники за 3,5 тысячи рублей. 3,5 тысячи за филеры в губы. Уровень опасности красный. Сторис наша мадам хвастается сертификатами на картонке и дипломом косметолога-эстетиста. Ага, ну да. Это же те самые документы, которые позволяют проводить опасные уколы. Ну, а второе, это то, что своими такими тиктоками она вдохновляет других тоже колоть на дому. И на такое видео вполне может наткнуться какая-нибудь школьница Оля со своей подругой Валей. Закажут филеры через интернет, сядут на кухне и такие, знаете, за чашечкой чая под какую-нибудь такую заводную музычку. Ну, вот да. Оля сделает и звали пациента реанимации. И я прекрасно понимаю, что многих не пугают вот эти все истории про отек винки, анафилактический шок, тромбозы, ишемии и место на кладбище. Сильнее почему-то пугают перекошенные, раздутые, синюшные губежки с уплывшим на подбородок филером. Так это же, друзья, тоже. Пожалуйста. Запросто. И последняя проблема. Школьницы насмотрятся и пойдут в интернет покупать филеры. И это будет довольно легко. Вот, например, вбиваем купить филер и да, нам выпадают всякие разные предложения. Но, друзья, хочу прямо вот заострить ваше внимание сейчас на важной информации. В большинстве своем легко купить можно только дешевые подделки. Сертифицированные филеры, во-первых, стоят дороже и достать их сложнее. Этим занимаются клиники и врачи, которые имеют каналы и связи с официальными производителями и распространителями. Ну, а последствия паленого филера за копейки даже показывать страшно. Ютуб сейчас просто удалит мое видео. И знаете, вот в этот момент я понимаю, что лучше бы органы за такими вот отбитыми тиктокершами следили, чем выискивали фотки с носками. И вы спросите, о чем я? А вот о чем. Пожалуйста. На девушку из Пензы завели дело из-за фото в социальной сети. И как вы думаете, в чем она провинилась? Она выложила фото в носках. Да, обычное фото. Только вот носки были не совсем обычные, а те самые запрещенные. Ну, все же знают о запрещенных носках, да, с символом конопли. И мы сейчас специально заблюрим, чтобы вас не склонять к ношению таких носков. Оказывается, в ходе мониторинга это фото в интернете обнаружил оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотических средств у МВД и составил рапорт. Представляете, какой глазастый. Просто вот на минуточку, да, фотка выложена аж в 2018 году. Девушка эти носки уже 10 раз курила. Ну, то есть выбросила. Прикиньте, докопались до человека сквозь года и столетия. За дело о носках даже взялись эксперты, которые признали, что на фотографиях изображены листья растения, схожего по морфометрическим признакам с коноплей. И что на этих фото имеются признаки рекламы, которая располагает покупателя к приобретению товара и лояльному отношению к наркотическим веществам. Ну, а после что? Суд и штраф на 4000 рублей. Вот так, друзья. Обычные носки с Алика за 40 рублей могут вырасти в цене на 10 тысяч процентов. То есть, получается, продавать носки и другие товары с изображением конопли можно, а носить носки нельзя. Или фоткаться нельзя в носках. Или просто преступления в Пензенской области уже закончились, а нужно выполнять план. Мало. Мало у нас наркокурьеров по городу ходит, что полицейские сидят в интернетике в сетях. Да, давайте, может, всех инстаграм-моделей в купальниках привлечем за порнографию. Ну, а если честно, я не понимаю, как это работает. Продолжаем. Открываю я, значит, на днях телеграм и натыкаюсь на жесткую сплетню. У инстаграм-блогера Настя Мироновой новый парень, богатый внук-основатель Евросип. Короче, очередная желтуха. Чужих парней, если честно, даже обсуждать не собираюсь. Меня заботит другое. Знаете, что я сделала сразу? Я сразу вспомнила свой старый выпуск, где Настя и ее бывший молодой человек Патрик расходились. Помните, я снимала интервью? Попутно они там вместе разрушали бренд косметики Marble Lab. Громкое такое было дело. Я тогда взяла у них интервью, попыталась разобраться, как-то там помирить. Ребята скандалили на весь инстаграм. Ну, а Настя громче всех, помните, да, тогда кричала, все, я отдаю Marble Lab, он мне не нужен, я выхожу из бизнеса, деньги мне не нужны. И знаете, что? Наткнулась я на эту новость и решила проверить, а реально ли Настя вот тогда ушла из Marble Lab? Открываю Спарк, а Миронова до сих пор в учредителях. Какая прелесть. Вот так и верь всем этим громким историям. И знаете, после этого с таким же сомнением я отношусь и к другой громкой новости. Мергенштерн стал женщиной года. Удивились? Я вот нет. Знаете, после всех-то событий в 2020-м... Я считаю, какой год такая женщина? Посмотрите-ка, а вы кого хотели? Веру Брежневу? И вот все новостные каналы наперебой пишут. Мергенштерн женщина года. Мергенштерн поссорился с Ксенией Бородиной. Скандал Мородиной и Мергенштерна. Да как же так-то? Паника. Закончились женщины. Начались рэперы. Ну а на самом деле было все примерно так. Трэш, угар и постанова. Пару-то руси что ли перевелись? Я понять не могу. У нас их очень много, они все самые красивые. Статуэтку, видишь, я пустатуэтку. Я считаю, дело позже. Надо перестануть. А теперь слово. А разговоров-то было. Ну а теперь давайте по фактам. Мергенштерн женщиной года стал не в супер мировой номинации, а по версии журнала внимание. Мода топикал. Кто-нибудь из вас хотя бы раз слышал об этом журнале? Ну честно скажите. Я вот вообще ни разу не слышала. Не знаю, может быть я какая-то отсталая, но вот ни разу не слышала. И ничего о нем не знаю. Если вдруг это какое-то супер известное издание, напишите пожалуйста сейчас в комментариях. Так вот, отсюда у меня есть одна очень интересная версия. Зачем это все надо? Друзья, этих номинаций от журналов там Женщина года, Мать года, Блогер года, Человек года по версии у столичного вестника. Просто вагон и маленькая тележка. Звания раздают всем подряд и их можно легко там как-то купить, продать, отобрать и подтереться ими тоже можно. И вот тут журнал Мода топикал, который оказывается принадлежит Оксане Федоровой, решил попиариться. Ну, давайте назвать вещи своими именами. Сами взяли и номинировали Моргенштерна на женскую премию. Сами же ему и вручили эту победу. Сами же и верещат. Как же так вышло? Кто за него голосовал? Как раздают эти титулы? Всем откровенно плевать. Поэтому у нас каждая вторая звезда или даже звезду Женщина Года. Короче, друзья, не ведитесь на годовых женщин и мужчин. Ну, а теперь новость для любителей поесть за чужой счет. Я считаю, такие кейсы о справедливости должны знать все. Представитель закона, защитник правосудия и своего живота от голода подполковник Герасченков. Он теперь знаменит на весь Новосибирск, так как вместо взяток брал хинкальки. Да-да, именно хинкали. Подполковник прикрывал братьев-коммерсантов и скрывал информацию о том, что предприниматели владели большей площадью земли, чем арендуют у города. Владельцы сети кафе экономили, соответственно, на оплате штрафов, а подполковник был сыт и доволен. И занимательно, конечно, что в основной рацион полицейского входили грудинские пельмешки и салат из огурцов. За время покровительства Герасченков наел на сумму около 200 тысяч рублей. Взятку оценили как крупную, бывший подполковник вину признал, все получили по заслугам. А у меня к вам вопрос. А что бы вы выбрали в меню на месте полковника Герасченкова? Я бы взяла крошку, но я не такая. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. На сегодня все. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока.